уже гаджеты разряжаются всякой не хватает нам вот вы очень очень настырный человек а вот 7 мне кажется уже уже все а сколько времени подскажете записываешь ты американский гаджет давайте проверим время у нас осталось а у меня вот 17 до 11 ну давайте подождем минутку на дорожку на дорожку тогда я когда я свожу заваляю привлечение сенчева в качестве защитника хорошо все так и с тем что у нас время поджимает 3 часа вот так я уже могу уйти все вот уже сейчас закончим ваш объяснение продать чем что мы будем это пока здесь а если а если я там объяснение у меня уже дергать не будете ну то есть обязательно давайте закончим для чего вы ранее просили у него дать какие-то объяснения но он не знал а потом защитник там только сейчас потом он узнал о существовании протокола и о том что ему вменяется какое-то административное правонарушение и вот он принял решение все-таки дать объяснение какие-никакие да потому что чтобы не затягивать процесс потому что там сколько у нас по 19 3 можно кратко объяснение на срок привлечения год по моему да 3 3 3 3 3 3 а то мы так затянем и пока там в суд спасибо за что обязательства да не надо нам обязательства куда обязательства доказать на завтра а для чего у вас так протокол что мы закончим составлять у меня протокол даже ничего не дали вы вышли три часа мы понимаем вот но мы все по закону подождите мы по закону ну хорошо у вас есть протокол у нас есть а у меня его нет можете делать копию я сейчас вам сделаю корпус я бежу у вас явкой на завтра время укажем все я заявляю вам что мы готовы закончить вот эту процедуру по даче объяснений чтобы этот материал уже все у вас был укомплектован в готовом виде вы могли его передать уже своему руководству для отправки в суд давайте сегодня закончим не будем отнимать ваше драгоценное время на рабочий день вы будете занимать завтра через день сейчас за 10 минут вы хотите меня завтра видеть все закончим за 10 минут я бы с вами не расставался давайте закончим мы уже дали понять что арсентьев свободен потому что время вышло мы это поняли давайте все таки закончим здесь закона все делаем хорошо начать с искать или в любом случае там объяснение про тро мы живем как бы он же может он же может давать свои объяснения да да объяснение куда владимир дайте свое объяснение пожалуйста она сейчас ознакомлюсь так протокол 057 2207 16 мая 2018 года я участвовал полночной полиции мвд россии по району черемушки лейтенант полиции чекашкин вввв руководствуясь 28 2 коп составил настоящий протокол о том что я арсентьев владимир векович место работы временно не работает ну вы же не указали каким-то я же на самом деле не отказался от сообщить ну ладно так записали так записали время не работает отказались сообщить это разнозначно ладно вместо жизни указать вместо вашей работы месторождения нет службы не укажу это секретная мне служба так привыкался к ответственности возможно попросить хотатайство там характеристику с места вашей работы коллектив может за вас поручиться скажешь я наполню в мою пользу поэтому не будем не в том числе и следы и настигрируютсяai зис значится дизит значится на настигрируемые люди не долги и тому на остальность чем вы должны быть специалисты личность выдан на согласие конечность что очень свободен то есть решил административно правос aucune часть 1 19 3 это Получается, не по адресу 32 корпус 2 неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общепорядка и обеспечению общественной безопасности населяющих страну людей. Давай. А равно? А равно. А равно воспрепятствовало, да, наверное? Воспрепятствам, исполнению, исполнению служебных, там сложных понять, обязанностей. Ну, хорошо будет, пускай это обязанностей. Ну, я же вот почерп понимаю. Так, а здесь у нас что? Нет, давайте так, я вам прочитаю, прикармливаю, да? Так я уже прочитал. Раз, два, три, четыре, сидите, правильно? Подождите, я прочитал. Здесь фиксация имеется? Да, да. Я прочитаю. Опять заново? Я же до этого только что прочитал. Да он только что знаком. Может, он с чем-то не согласен. Так я еще не полностью ознакомился. Я же перевернул страничку, вы меня отобрали. С чем-то я сначала полностью ознакомился. Так, здесь у нас потерпевших нет. Слава тебе, господи. Так, это кто, свидетели или кто там, непонятно? А, свидетели. Нет, свидетели и подпись свидетелей, а расследование прилагается. Рапорт, а, рапорт и материалы дела прилагаются. А можно ознакомиться с рапортом, наверное? И материалы дела. Володенька, напиши сначала. Ну ладно. Объяснение, да, давай. А, кратенько тогда, да? Тут строчек. Как от души, понимаешь? 16-го. Если у вас бумаги здесь не хватает, то мы будем вам объяснить двусторонний. В 14 часов я, наверное, укажу. Там чуть раньше было, на самом деле. Дайте, задержал вас в 14.20? Не, ну я-то... Ну, когда вы совершали, я не знаю. Я совершал, я не совершал. Хорошо, когда у вас возник конфликт с водителем. У меня не возник. Ну, как вы считаете? Так. Это водозащитник, поинтересуйся. Володенька, кратенько, напиши объяснение. Я сделал замечание, да, и поэтому... Не, давайте так, пускай гражданин пишет. Не, ну, защитник же. Не надо на него влиять. Я не вдавлю. Не надо не вдавить. Он говорит, не отдавлю. Он выразит ему благодарность. Предыдущий, тогда... Ну, сделал тот, тот... Сознаюсь и все, да. Вот, сделал тот, тот... Он получил тот, тот... Вы тот, тот, тот расшифруйте, там, в кубочке пишите, что именно, и что именно получили. А можно вот номерочек? Конечно. У меня 25148. Ну, в принципе, все, хватит, наверное. Подписи, где будете? Так, здесь у нас с этой стороны я нигде не нужен, да? С этой стороны у нас сейчас есть. А можно зачеркнуть, где пустые графы? Хотя он копий там. А вот вдруг вы, во время, когда... Аккуратные. А что это такое? Ну, там потерпевшие. Там же все общее какое-то. Нет. Нет. Терпилы, свидетели... Хорошо. Не выражаться. Все. Не на службе. Так. Подписи свидетелей... А, вот, мы не можем, да? Так. Если вы с 51-го, соответственно, в Конституции согласны... Не согласен. Подожди одну секундочку. Что значит согласны? Ну, не согласен. Вы ему, пожалуйста, скажите... Ты под что подпись вставишь? Что он сейчас подписывает? А я не знаю, я так и напишу, да. Во-первых, Конституции, он не обязан сверить против себя самого, своего супруга супруги и близких родственников, которых определен федеральным законом. Отлично. Товарищ лейтенант, я... Вот, знаете... Так я мог вообще не писать, что ли? Я не имею юридического образования. Вот. И вот первый раз я услышал эту статью. Владимир, а вы знали о существовании? Ну, он только что сказал. Только что выяснилось. Видите, вот мы пришли... Нет, вот видите, я ему разъяснил. Если он с ним... Не согласен? С Конституцией я могу... Давайте тогда договоримся. Если Конституция для него... Ну, есть такие люди, которые еще в советское время верят, что там горы с полкомом существуют. И Конституцию Российской Федерации он не принял... А, гражданство выяснилось? Да. Есть такие, да. Есть такие. Он не принял идем, он от нее отказывается. Он хочет говорить, что я еще там старый советский формат, и в вашей Конституции там преступление совершено. Вопросов нет, пускай не подписывают. Это его Конституционное право. Да. Я просто вот услышал, что... Конституция, во-первых, его защищает. Не важно, он согласен с ней, не согласен. У нас он действует на территории РФ. Будет он гражданином, гражданином, лицом гражданства. Да, я вот что хотел спросить. То есть он мог не давать вот эти объяснения? Мог не давать. Мог не давать. Да? А что же вы его заранее-то не предупредили? Так он с ним... А наконец про такому сказал? Нет. Я вам по поводу объяснения говорю. Вот. Он мог не давать, а вы его об этом не предупредили за долгое время. Ошибочка. Ну, скорее, сам... Да, вы... Я, вы знаете... Мы... Мы должны были идти по пункту, но Владимир решил, сказал, я знаю все сам. Я... Я сказал, что я не знаю, мне нужно защитник этого. Скажите, вы сказали, вы заполняете объяснение здесь. Хотя я могу дать бланк объяснения и не буду... Ну, давайте закончим просто. Мог не давать. Давайте дам ему еще бланк объяснения, где мы напишем, что от дачи письменных объяснений отказывается. Почему? Он их дал. Он их дал. Я могу дать еще бланк объяснений. Не, не надо. Нет, давайте у вас еще... Кстати, я у Владимира уже ворую полная часа. Суть вообще вопроса вы улавливаете, да? Объяснение дано. Скорее, давайте так. Я... Он схватил, а я и не усмотрел, что он дает письменное объяснение. А, не усмотрел. А, до этого вы его опрашивали? Сами писали? Не, подождите, я его... Скажите, пожалуйста, вы добропорядочны, по умолчанию сотрудник полиции, он же может сделать здесь запись, что данная статья Конституции ему разъяснена после того, как вы произвели опрос в рамках административного дела? Может... Это же так оно и было. Он может написать все, что... Но вы подтверждаете, что это так и было? Нет, мы можем еще один блок протокол почитать. Я говорю, вы подтверждаете, что это так и было. Он дал объяснение до того, как вы ему разъяснили вот эту вот пятьдесят первую статью. Это же так было? Мне казалось, что он пятьдесят первую статью Конституцию знает. А! А как это вам стало известно? При каких обстоятельствах? Вы ему сказали, пиши объяснение. Он взял и написал объяснение. И вам показалось в связи с этим, что он ее знает? Ну, раз он пишет объяснение... Ну, а зачем вы ее тогда зачитывали? Ну, видите, оказалось, что пятьдесят первая статья Конституции для него просто туша. Какого-то фодекса. Ну, ладно. Ну, что ж. Мы, честно говоря, я, как человек без юридического образования Арсентьев, очень расстроен вашим поступком. Оказывается, Конституция защищает, как вы говорите, наши права, да? И мы могли бы не свидетельствовать в отношении себя, верно? Вы можете сделать пометку... Арсентьев мог не свидетельствовать. Он может написать, дано ошибочно объяснение. Да. Разъяснена после опроса. Так оно было. Или не разъяснена? Разъяснена после опроса. И дальше объяснена. Разъяснена после опроса. И дальше объяснена. Мы же по-честному все. Так же было, правильно? Да, и гражданин написал срочное объяснение. Так, дальше что у нас там другого? Прилагается. А вот все-таки рапорт материала, мы что-то будем с этим делать? А я не знаю. Прилагается. Рапорт из материала... А что такое материала дела? Ну, то есть... Мы объяснены с органией в полиции. Вот... А, ну надо же как-то более информативно. Здесь... Потом появится все. Поэтому я сказал, давайте придете завтра и мы протокол... Здесь вот... Все, можем везде подписываться и расходимся, да? Нет. Подождите. Вы не ознакомились с материалом дела полностью. Правильно? Не, ну мы пока это... Вашли точка один куапорев. Правильно? Не делали с ним копию. Так это я... Это право? Это ваше право законное. Но вы решили подписать протокол и пойти домой. Не, ну может сейчас... Сейчас протокол мы заканчиваем, расписываемся и расходимся. Ага. Я гражданину... Вы какие-нибудь еще действия собираетесь делать? Конечно. Гражданин может вообще протокол не подписывать. Потому что он не знает... Да нет, я подпишу я. Он может подписаться там, где вы поставили галочки или нет? Ну вот две галочки стоящие. Может он бы подписаться. Я бы ему и не рекомендовал. Почему? Он, конечно, гражданин не ознакомился с материалом дела. Но это же не его обязанность. Но я его не ознакомил, да? И у нас вот первых... А здесь нет нигде, что я ознакомился. Давайте, вокруг да около. Подписывает или не подписывает? Подписывает. Скажите, я сделаю, как вы сказали. Подписывает вам, где будет поставлен галочку. Подписывает. Здесь вот... Здесь стоят галочки. И здесь стоит галочка. И здесь стоит галочка. Здесь подпись привлекаемого лица. И здесь подпись привлекаемого лица. У меня простой вопрос. Он может поставить вот сейчас подпись своей или не может? Нет, он не может. Почему не может? Потому что... Это вы галочки поставили? Я галочку поставил. Так он может подписывать или не может? Он не может подписывать. Так, ладно. Дело в том, что вот здесь вот напишите, Владимир, напишите вот здесь вот правду, не разъяснялась в 21 статье. Правду напишем. 25.1? Ну, она же не разъяснялась у вами. Дождите, я в полном объеме. Ознакомьтесь. А здесь что писать? Я защитнику доверюсь. Владимир, я вам сам разъясню, что 25.1 – это статья, да, я вам разъясню вместо должностного лица, который вот возбуждал административное производство. Эта статья говорит о том, что вы можете знакомиться с материалами дела, заявлять свои ходатайства, отводы, и знакомиться с материалами. А я мог отвод вам заявить, значит, получается? Ну, могли, да не смогли. А я очень удивляю. И, значит, подпись привлекаемого лица. Ставьте подпись, Владимир. А, ну, просто я подписываюсь и все, да? А потерпевший тут это не нужен. Вот, пишем только правду. Вы же на суде потом, вы пойдете на суд и скажете, господа, которые вот это, вот оно все так и было. Здесь не разъяснялось, а здесь и разъяснялось после того, как человек дал объяснение. Ну, все же правда, чистая правда. Вы же допропорядочный полицейский, и вы на суде так и скажете. Вот сфотографируем на память, а то в ксероксе можно застрять. И все просто вот в этом заключается. А потом мы и к существу перейдем право нарушения. Ну, фантазия-то есть. И так как я вот знал, 51-ю я не знал статью, а 25.1 кудокса административных право нарушения знал, дайте ему ознакомиться, пожалуйста, с материалами дела, он их сфотографирует. Это здесь у вас приобщены рапорта согласно данному протоколу. Мы желаем их сейчас незамедлительно сфотографировать, и мы расходимся. Ну, чтобы мы увидели с ним. Я хочу, чтобы он врат пришел, я ему предоставлю. Я хочу сегодня. Подождите, у нас есть документ, бумага, на который написано, что приобщается, то есть он у вас сейчас есть, это значит. Это вы же не говорите в будущем, он будет. Тогда вы должны написать сейчас в протоколе, что рапорт будет когда-нибудь, там, завтра. Если вот сегодня он есть, там написано. Дайте. Мой рапорт. Ваш рапорт написан в протоколе, что он есть. А согласно статье 25.1, он вправе знакомится с материалами дела на любом этапе производства по данному делу. И вот вы ему его дайте. Там глава есть прилагается. А мы смотрим, а он не прилагается. А что, у него нет, что ли? Его нет, что ли? У дежурного. А, у дежурного? Так несите быстрее, время рабочий кончается, за сами говорит. Задерживайте нас можно? А вас не хотелось бы. Да нет, почему? Чего-то можно не посадить. Порядка 19.1. Мы тут посидим или нам выходить? Это вот... Ну... Да, я не через пятку. Хочешь отвечать? Пока мы... Писся, а то, да. Ой, а тут, кажется, есть персональные данные граждан. Слушайте. Там вообще изнамая. Слушайте. А как он нас тут оставил-то? Слушайте, смотрите. Тут база данных на всех вообще. Вы посмотрите. Ребята, можно любого человека пробить. Смотрите, база данных. Выложил раппорт. Это чей раппорт? Это мой. Да. Тут маленький. А там вот так. Вот в протоколе написано про ваших. А он один раппорт. Он один, да? Я не вот держал. Раппорта или раппорт там в протоколе? Раппорт. Раппорт. Если вы любители сажать траву и косить. Косить, да. Давай. Давай, путай, потом ознакомишься. Да? А, ну ладно. Действительно, чем вы там есть? Можно, да? И все, мы пойдем. Нет, это за человек. А, ну. Это ерунда. Что-то я отказался от всего или его? Вот это слово от вела, от его. А что это? Всего. Всего. Ему отказались, когда выставили свой паспорт. Доксеропопия так пояснил, что мы дали уже за дороги поедали. А, спасибо. Я от всего отказываюсь. Я вот хотел поесть, наоборот. У меня... Так, сейчас я. Да, мы проверяли, где суппайки есть. Я, кстати, хотел суппайок испытать. Как? Ну, подоколпы не заезжали. Не заставили. Что-нибудь среди надежды. Ага. Я тут доставлю. Так, это что-то мало сейчас. Сейчас. Так, и больше никаких материалов нет. Я правильно понимаю, что вот больше материалов нет. Да? Протокол и рапорт и вот какая-то вот на меня там поклёп. Я вам не буду даже разъяснять. Оно как бы даже кодексом административного правонарушения, вот такой документ, как обязательство ЕФ, а я не предусмотрен. Я телефон Владимира не знаю. Мне на есть Сяков... А вам его не обязательно знать. У вас есть Сяковского, да? Вы его лично установили? Не установил. Данных хватило для того, чтобы составить протокол? Соответственно, вы согласны данному протоколу можете его вызвать к надлежащему образу. На это я вам возвращаю. То есть, взять с заявки, он кажется, правильно? Ну, я же не оказал, наверное. Вы прямо так угрожающе спрашиваете, скажите, как прожил. Какая ответственность предусмотрена за то, что человек отказывается подписывать обязательства ЕФ? Да, привод осуществлен нашему нему. Что? Привод? Да нет, привод. Причем, в каких случаях? Да, привод осуществляется, когда человек не явился. Нет, какого числа? ВАП-привод. Нет. Короче, вызовите его повестки, если будет хорошо. Вызовите повестки, так как предусмотрен кодексом административного правонарушения. Я вам объяснил, я вам подсказываю, что глутится. Ну да, да, мы уже... А там в этой повестке вы укажете, в рамках чего? В рамках как ставить, для какой, для какой, в качестве кого. Мы вам заполнены поездку, вышлем на меня. А вы мне ее перешли. Хорошо, все. Ну все, на свободу. Все, 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 доброе. Я надеюсь, что все-таки вы передадите материал в суд, и мы с вами еще увидимся. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Мы сейчас находимся в отделе полиции по МВД Черемушки, 1751. Задержанный был. Ну, звонок в полицию изначально я в 14.00 сделал, в 14.20 официально меня, он говорит, что задержал. Поэтому 3 часа истекло с момента задержания. И я на свободе исключительно потому, что 3 часа прошло. И не может он меня держать на законных остановлениях дольше. Хотя зачем держать было меня 3 часа, непонятно. Это месть. Месть. Маленькая, низенькая, подлая месть. Спасибо за поддержку. Без вас бы меня уже давно бы тут пытали, судили и посадили. Поэтому выражаю благодарность Павлу, Андрею, Борису и Юрию. Продолжение следует.